Это программа День с Тулком в студии Ирина Корчегина. Смотрите в этом выпуске. Сгорели столовые, торговые ряды и чьи-то деньги. В Барнауле произошел крупный пожар на продуктовой базе. До критической отметки осталось 18 сантиметров. В Затоне готовятся к экстренной ситуации. В Барнауле начали обработку территорий от комаров. Ждет ли нас комариное лето? И снова ЧП в Барнауле. Сегодня днем загорелась продуктовая база на улице Власихинской. Как рассказали спасатели, площадь пожара составила на момент локализации 850 квадратных метров. Никакой эвакуации не было организовано. Работники покинули все помещения самостоятельно. Пострадавших нет. А вот масштаб финансовых потерь еще предстоит подсчитать. Горели столовые восточной кухни, торговые ряды. Пожару присвоили повышенный второй ранг. Поэтому на месте работали 16 единиц техники и 61 человек личного состава. Что послужило очагом возгорания, еще говорить рано. Причина пожара будет устанавливаться. Единственное, могу сказать, что на центральный пункт пожарной связи поступило сообщение о возгорании в здании торгово-складского назначения. Соответственно, по прибытию горела крыша. Сотрудники ГИБДД перекрыли место пожара. Как будет организовано движение до позднего вечера, пока неизвестно. В Барнаульском Затоне уже готовы к резкому подъему воды. Сейчас до критической отметки остается 18 сантиметров. И это не так много, если учесть, что каждые сутки уровень поднимается в среднем на пару сантиметров. Анастасия Дороган узнала, какие работы в Затоне не прекращаются и насколько поселок готов к экстренной ситуации. Этот дом стоял у реки, а сейчас он сам берег. Две недели назад здесь затопило огород, а недавно вода пошла дальше. В подполье вода уже зашла, у меня там основание печки малость подмывает. Против дамбы была эта, потому что просто искусственно поднимается уровень воды. Дом Галины в окружение дамбы не попал. А женщина, как чувствовала, и осенью собиралась сама отсыпать территорию вокруг огорода. В Затоне сейчас подтоплено 65 участков и 5 отрезков дорог. 28 мая, когда ввели режим повышенной готовности, в поселок въехали спасатели, а низины начали дополнительно отсыпать. На 50 метрах вдоль воды сейчас укрепляют дамбу, а местные жители уже давно защищают свои дома, свои участки подручными средствами, например, строительным мусором. Но паники нет, нет даже беспокойства. Да, после наводнения 2014-го население сократилось, но оставшиеся менять дом не собираются. Что делать при паводке? Им постоянно напоминают спасатели, раздают под роспись листовки. Александр выращивает кур, уток, коров, овец, свиней, и у него готов свой алгоритм действий. Кого на телегу, куда всех разогнало корову, есть место, куда бугор в возвышенности перегнать, сено на телегах. А дом? Дом у вас автоматический на возвышенности? Да, он сразу, когда строил, я приподнял его. Сейчас уровень воды в Затоне 562 до критического 18 сантиметров. Это будет означать подтопление и участков, и дорог. И тогда возить людей будет речной транспорт. Три Москвы, которые могут взять на борт по 250 человек, и два ПТ по 100 человек. Кроме прочего, тысячетонная баржа, площадка, можем взять около тысячи человек одновременно. Мы считаем, что уровни будут расти в ближайшие 2-3 дня по 2-3 сантиметра за сутки. Затем будет стабилизация. И затем, с учетом прогнозов того, что в горах не будет дождей, мы ждем снижения уровней к концу недели. Даже при отметках 5,70 ситуация не поменяется. Но на уровень подготовки это никак не отразится. Дамбы отсыпают, людей предупреждают. Определены 4 пункта для возможного временного размещения жителей. Анастасия Дороган, Алексей Фризин, День с толком. А вот им обилие воды помогает размножаться. Кровососущие уже порядком надоели жителям города. На обработку Барнаула, кстати, от комаров этим летом планируют потратить 700 тысяч рублей. Правда, лишь некоторых мест в городе. У многих еще, кстати, остается надежда на то, что лето не будет очень комарином. Так это или нет, смотрите в сюжете. Наши вечные летние спутники. Барнаульцы в соцсетях уже делятся такими кадрами. Атаковать комары начали в мае. Впереди жаркие июнь, июль. Специалисты огорчают. Кровь прольется. Есть очень высокая вероятность, что комаров будет больше, чем обычно. И связано это с тем, что у нас очень много воды на пойме. Второй поводок привел к тому, что обширное пространство поймы залитой водой. И особенно, когда эта вода будет сходить, там образуется огромное количество мелких, хорошо прогреваемых водоемов. И это самое благоприятное место для выплата комаринах личинок. Обработка территории от комаров удовольствие не дешевое. Еще и после осадков снижается эффект. В лесной сказке и в самом парке аттракционов на днях потратили 25 тысяч за 7 гектаров. Обычно летом процедуру приходится повторять 2-3 раза. Здесь, понимаете, мы заботимся не только о человеке, мы заботимся еще и о животном. Вы знаете, животные очень сильно страдают, особенно когда мордочки их будут облеплены. Они не знают, куда спрятаться. Они чувствуют себя очень плохо. И поэтому мы используем еще и дополнительные средства конкретно обработки именно в самих вольерах. Естественно, нас никто не заставляет. Обязательное условие и обязательное требование Роспотребнадзора – это обработка территории от клещей. Обработать от комаров все общественные места в городе экономически невозможно. И все же в Барнауле этим летом вытравят кровососущих больше, чем на 10 территориях, потратив 700 тысяч рублей. Например, в Нагорном парке, Абском бульваре, в сквере на Площади Свободы. В первую очередь это покос травы в тех местах, где чаще всего вызревает личинка. И после уже того, как производится выкос травы, затем производится непосредственная химическая обработка. Она у нас производится препаратом бактицит. У него период активного действия от 3 до 4 недель. Далее он уже распадается под воздействием ультрафиолета. Следует отметить, что данный препарат безопасен для животных. К счастью, и сами комары для людей не опасны, говорят врачи. К анофилактическому шоку, как пчелы или осы, они не приведут. Только казнобу или зуду, если вас покусает армия маленьких вампиров. В самом легком случае мы используем антигистаминные препараты для местного использования. Такой известный, как фенистил. Допустим, у нас один-единственный. Ну, а лучше, конечно, этот препарат называется топические кортикостероиды, назначаем место. Иногда в комбинации с антибиотиками, чтобы убрать аллергическую реакцию и предупредить инфицирование. Ну, и внутрь мы используем антигистаминный препарат. Да, если есть выраженный аллергический, то тоже это имеет место быть. В общем, уже ясно. Этим летом комаров будет намного больше, чем в прошлом году. Наступает время запасаться репеллентами и терпением. Ирина Корчагина, Александр Антропов. День с толком. Жители улицы Гущина закидали яйцами рабочих, чтобы остановить стройку. Об этом сообщили в компании «Регионстрой». Это та самая история борьбы между людьми и застройщиком. Напомним, весной местные узнали, что между двумя этими зданиями построят еще одно. Расстояние между домами будет всего 15 метров. Люди уже на свои деньги успели провести независимую экспертизу, выявшую множество нарушений. Во время разбора полетов стройку заморозили до 31 мая. В итоге официально у застройщика нет никаких оснований для простоя. И как только рабочие накануне вышли на площадку, бойкие жильцы начали яичный обстрел. Да так, что рабочим пришлось покинуть место. Кто именно кидался яйцами, выяснить не удалось. Однако, если ситуация повторится, застройщик уже намерен идти в полицию. Комитет ЖКХ Барнаула настаивает на незамедлительном временном переселении жильцов аварийной двухэтажки в помещение маневренного фонда. Однако люди категорически против отношения обе стороны сейчас выясняют в суде. В проблеме разбиралась Валентина Аскерова. Антисанитарные условия, пол проваливается. Вот это все следствие влаги, вот это вот, что стены разрушаются. Силикатная 9А, колоритненько. Об этом доме мы уже рассказывали. Туда переселяют жители аварийных домов. Сейчас очередь дошла до жильцов разваливающегося дома на первой западной 47А. Это называется нечеловеческие условия. Можно сказать, переселяют в бомжатник. В подъезде полы проваливаются, кладка из-под окон выпадает. Электропроводка вся висит по коридору. Там также висят и трубы все по коридору. Щитки не убраны старые. Износ дома на первой западной, где сейчас живут женщины, более 80%. В прошлом летом одна из жительниц чудом спаслась после обрушения потолка. Люди боятся, что и в этом доме их будет ждать та же самая история. Однако комитет ЖКХ на переселении настаивает по ряду причин. Специалисты комитета выступают против дальнейшего проживания жителей в квартирах, где есть опасность обрушения перекрытий. После проведения ремонта, приблизительно в течение 2-3 месяцев, жители смогут вернуться в свои квартиры или остаться в помещениях маневренного фонда. Представители комитета заверили, что весь маневренный фонд в городе соответствует всем жилищным требованиям. Все квартиры, которые предлагаются жителям, отремонтированы. Дома даже близко не являются аварийными. Кстати, помните эту дверь на силикатной 9А? Так она выглядела пару месяцев назад. Сегодня ее привели в порядок. Установили новую. Что касается оценки всего остального, то ее уже даст специальная судебная экспертиза, на которой настаивают жильцы. Очередное слушание по этому делу состоится уже на следующей неделе. Мы будем следить за развитием ситуации. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком. Для туроператоров региона не стало сенсацией, что Турцию и Танзанию для туристов не открыли и после 1 июня. Границы по-прежнему закрыты. Теперь уже до 21 числа. А ведь в июне только в Турции планировали отдохнуть почти 340 тысяч россиян. Где-то на 50% мы были к этому готовы. И поэтому с теми туристами, которые не могут перенести отпуск, мы уже заранее обсудили варианты, которые возможны для переноса тура. На сегодняшний день с вылетом из Новосибирска летает Египет через Каир. Можно улететь на Шар-Мальшеях и Хургаду. Летает Арабские Эмираты. Три вылета в неделю. Поэтому тоже можно подобрать какой-то тур. Открытый Кипр, говорят представители туриндустрии. Причем горячие путевки можно найти по вполне приемлемой цене. Однако почти 80% туристов будут ждать, когда откроются границы с Турцией. И сохраняется надежда на то, что полететь туда можно будет в следующем месяце. А пока неделя отдыха в Египте обойдется от 75 тысяч рублей. Российским туристам будут рады также в Черногории, Греции и Болгарии. Правда, отдохнуть там совсем не дешево, так как чартеры туда не летают. Ну а Крым и Сочи практически полностью раскуплены до сентября, говорят туроператоры. Как стать успешным предпринимателем и развивать свой бизнес в постпандемийное время? Это главная тема площадки «Мой бизнес» на форуме «Алтай. Территория развития». Напомним, он проходит с 30 мая по 5 июня в Алтайском районе. Сюда съехалась активная молодежь со всей России. Что интересного происходит на одной из самых многочисленных секций, расскажет Анна Рашагирова. Обычные люди, если с ними случается неудача, скажут «я потерпел фиаско». А вот молодые предприниматели называют это полным факапом. Ситуацию, которая случилась с бизнесом многих людей в период пандемии, после нее иначе не назовешь. Опытные московские эксперты помогают молодым бизнесменам разобрать причины провалов, чтобы не допустить их снова. Они должны ответить на вопрос. Я больше никогда не и что-то, что я не буду делать в каждой из шести сфер. Здесь у нас сфера развития бизнеса, безопасность бизнеса, но еще есть маркетинг, финансы и навыки предпринимателя. Участники площадки выделили несколько причин факапов. Это стремление вести дела в одиночку, работа без договоров и продажи только офлайн. Люди не развивали никак свои аккаунты в соцсетях, отсюда и не было ни рекламы, ни клиентов онлайн. Теперь время исправлять ошибки. Эксперты заявляют, что в бизнесе после пандемии все по-другому. Планировать вперед за несколько лет не актуально. В моду входит цифровизация, франчайзинг или франшиза. А вот как пользоваться новыми инструментами, рассказывают на тренингах. Мы то, что говорим, сразу разбираем. То есть это не теоретическая часть, когда ребята приняли информацию и ушли сами как-то ее потом реализовывать. А именно здесь сейчас в моменте мы дорабатываем под моим кураторством, под моим присмотром. Мы сразу это внедряем. Я контролирую, смотрю, корректирую где-то какие-то вещи. И они уже выходят с конкретными наработками. У нас впечатления от АТР очень положительные. Как бы свежий воздух. Вообще очень здорово сделали, то, что такое обучение проходит на свежем воздухе, в горах. То есть здесь как бы я отдохнул вечером, потом шел, поучился, потом опять отдохнул и так по-новому. Занятия длятся с самого утра и до 8 часов вечера. Но в перерывах молодежь находит время, чтобы развлекаться, знакомиться и находить единомышленников. И кто знает, может среди тех, кто приехал сюда, есть будущие основатели крупных корпораций. Анна Рашагирова, Николай Шилко. День с толком. Продолжим. Первая смена в загородных оздоровительных лагерях стартует 7 июня. А вот лагеря при школах уже работают. В июне там отдохнут 20 тысяч учащихся начальных классов. Подробности у Артема Гусельникова. Правый, левый, в середине. Молодцы, встали! Детские пришкольные лагеря начали работу по всей стране. Барнаул не исключение. Более 80 школ организовали отдых на своих территориях для учащихся с 1 по 4 класса. Для школы номер 136 такой опыт в новинку, но организаторы верят. Они смогут увлечь и порадовать детей. У нас лагерь рассчитан 21 день. Из них 14 рабочих дней. Детей будут ждать интересные конкурсно-развлекательные программы с привлечением центров дополнительного образования. Плюс будет у нас и программы, посвященные коду технологий в России, и масса спортивно-здоровительных мероприятий. В связи с ковидными ограничениями школе пришлось отказаться от выездных экскурсий. Но, говорит Юлия, специалисты приедут к детям сами. В лагере школьники проводят только половину дня, но менее насыщенным от этого их распорядок не становится. Таким образом, педагоги помогают родителям, у которых из-за рабочего графика нет возможности проводить с детьми целый день. Дети находятся с 8 до 2 здесь. К 8 часам они приходят. У нас зарядка, линейка, завтрак, затем мероприятие. В час они обедают и идут домой. Лагерь при 136-й школе посещают 150 человек. С ними находятся 15 преподавателей начальной школы, 5 сотрудников центра дополнительного образования и 10 старшеклассников-работников педотряда. Лагерь работает только второй день, но дети счастливы. Первый день стал для меня незабываемым, так как в первый же день я нашла много новых друзей. У нас был конкурс рисунков на асфальте. Также я стала капитаном нашего отряда. И я этим очень горжусь. Здесь весело, нужно на стадионе побегать, можно порисовать, можно в игры поиграть. Пришкольные лагеря будут работать до 21 июня. За это время их посетят почти 20 тысяч детей. Родители тех школьников, что не успели попасть в дневные лагеря, еще могут испытать удачу и попробовать приобрести путевки в загородные. Там смены продлятся до конца августа. Артем Гусельников, Николай Шилко. День с толком. В Барнауле появится творческая лаборатория. Именитые артисты совместно с ансамблем песни и танца «Алтай» будут учить молодых талантов оперному пению, актерскому мастерству и хореографии. А пока коллектив принимает поздравления в честь своего десятилетия. Как «Алтай» отмечает свой юбилей и что коллектив приготовил для зрителей в этом году, узнаем в сюжете Маргариты Гартунг. Классика и джаз, мюзикл и национальный фольклор, гражданская лирика. Все это о нем, о молодежном ансамбле танца и песни «Алтай». За 10 лет своего существования коллектив показал себя всей России и не один раз бывал за границей. Поэтому сегодня их поздравляют гости из Москвы, Петербурга, Казани, Воронежа. И даже танцоры из Италии приехали на именины известного уже на весь мир Алтая. У нас в Барнол много приезжает гостей, слава богу. Но вот в данном формате такой фестиваль впервые. Когда перемешаны жанры, когда на сцене и современная хореография, и народная хореография, и оперное пение, и какие-то народные инструменты. Ну, то есть все в одном ключе. По словам руководителя ансамбля Елены Березиковой, одна из главных задач Алтая – сохранение и развитие многонациональной культуры края. Именно поэтому на базе коллектива было решено создать творческую лабораторию с привлечением ведущих специалистов, оперных певцов, хореографов и постановщиков. Работать лаборатория будет в рамках фестиваля. Нам бы хотелось, чтобы он проходил два раза в пять лет. Ну, так мы придумали себе. Но если правительство с нами согласится, то, может быть, и будет такая судьба у фестиваля. Мы бы хотели сделать один фестиваль зимний, а другой фестиваль летний, чтобы они с перерывом в два с половиной года шли. Животи судьба – первое увлечение, которое родилось очень-очень давно, еще во время войны, когда я был совсем маленьким. Народный артист России Владимир Васильев тоже поздравил коллектив с юбилеем. К сожалению, сам приехать не смог. С самого основания Алтая актер был художественным руководителем и помогал коллективу на творческом пути. В честь юбилея актер и художник представил свои работы в Краевом художественном музее. Каждый желающий сможет увидеть уникальные акварельные работы, выполненные художником во время пандемии. Экспозиция продлится до 26 июня. Маргарита Гартунг, Дмитрий Денисов, День с толком. Чилийские спортсменки остались в Барнауле после участия во втором этапе Кубка мира по гребле. Здесь они будут готовиться к летней Олимпиаде в Токио. Мария и Карен раньше тренировались в Колумбии, но канонистки боятся, что большая разница во времени негативно скажется на их результатах. Подробнее расскажет Артем Гусельников. Мария и Карен участницы соревнований по гребле на байдарках и каноэ. Обе приехали на Алтай из Чили, показали достойные результаты сразу в нескольких дисциплинах и решили продолжить свою подготовку к Олимпиаде в Токио именно здесь. Раньше мы тренировались в Колумбии. Там тоже очень хороший 16-километровый курс на высоте двух километров. В целом он такой же, но сейчас нам особенно важно было найти место, которое максимально близко к Японии. Несмотря на то, что расстояние по воздуху от Барнаула до Токио почти 5000 километров, разница во времени несущественная – всего два часа. Именно по этой причине спортсменки и решили остаться в Барнауле. Все свое время они посвящают тренировкам. Мы тренируемся три раза в день – две сессии на воде и одна в тренажерном зале. Сейчас у нас идут базовые тренировки. Мы отрабатываем соревновательные дистанции, но так как до Олимпиады осталось всего два месяца, мы собираемся ускорить свою подготовку. Значительно ускорить подготовку помогли бы и условия для восстановления сил на самом грибном канале. А трассы девушки в восторге, но вот комнаты отдыха, говорят, оставляют желать лучшего. Можно было бы сделать комнаты более комфортными, повесить шторы, например, или поставить кондиционер, потому что внутри очень жарко. И, возможно, организовать столовую, чтобы там можно было завтракать, обедать или ужинать. Олимпиада в Токио стартует 23 июля. Спортсменки надеются, что им удастся занять призовые места и там. Мария поплывет на каное-одиночке на дистанции 200 метров, а Карен присоединится к ней в заплыве на каное-двойке на 500 метров. Артем Гусельников, Алексей Фризин. День с толком. И еще немного о спорте. Футболисты Барнаульского Динамо готовятся к противостоянию против крыльев Советов. А молодежка Белоголубых сыграет в дерби против Алтая. Чемпионат России среди женщин по хоккей на траве вернулся на Алтай. Сегодня и завтра коммунальщик сыграет против Дончанки. Подробности у Дмитрия Дроздова. Футболисты Барнаульского Динамо готовятся к серии из трех домашних матчей. Первый на очереди аутсайдер лиги «Крылья Советов-2». Сейчас Барнаульск занимает седьмое место в турнирной таблице с активом в 38 очков. И главная задача на ближайшие матчи – остаться в середине таблицы. Однако у подопечных Александра Суровцева есть ряд проблем. К сожалению, наши кадровые проблемы пока не можем никак найти. Даже на этом выезде перестояние три защитника тоже не дало результат учитывая, что у нас потеря линии обороны. Матч «Динамо» против «Крыльев Советов» состоится завтра в 18.30. И вслед за основной командой молодежка «Динамо» в рамках третьего дивизиона высшей лиги встретится с «Алтаем» 4 июня. Барнаульское дерби начнется также в 18.30. Барнаульские коммунальщики и Волгодонская волчанка встретятся между собой в рамках Суперлиги Чемпионата России среди женщин. Сейчас наша команда занимает четвертое место и на один балл отстает от датчанки. Матчи состоятся на стадионе «Коммунальщик» сегодня и завтра в 19.00. Дмитрий Дроздов. День с толком. На этом у меня все новости. Смотрите нас на 22 кнопки в социальных сетях. Напоминаю, телефон нашей редакции 205 545 через несколько секунд. О погоде спонсор прогноза компании «Валар». До встречи в эфире. Продолжение следует...